Сегодняшняя тема Как сообщает Петербургский Роспотребнадзор, по состоянию на 14 апреля в медицинские учреждения Петербурга с жалобами на присасывание клещей обратились уже 38 человек, в том числе 15 детей. Недели раньше санитарное ведомство заявляло о шести пострадавших. Отметим, что два года назад, когда в городе и области начался всплеск активности клещей, к концу апреля было только девять пострадавших. Несмотря на начавшийся клещевой сезон, делать прививку против клещевого энцефалита еще не поздно. Главное воздержаться от поездок на природу в течение двух недель, а лучше месяца. Однако прививка защитит только от клещевого энцефалита, от баррелиоза, болезни лайма, опасного для человека заболеваний, никаких мер специфической профилактики не существует. Поэтому после возвращения из загородных поездок нужно внимательно осмотреть себя и всех, кто был с вами на природе. Как самостоятельно вытащить клеща, узнайте здесь, для походов в лес лучше выбирать закрывающую все тело одежду и головные уборы и пользоваться репеллентами, это позволит не допустить присасывания клещей. Если же все же клещ укусил вас, нужно постараться как можно быстрее удалить его самостоятельно или обратиться к врачу в ближайшую поликлинику или травмпункт. Круглосуточно оказывают помощь, взрослым, в поликлиническом отделении инфекционной больницы им. СП Боткино, Мергородская улица, 3, детям, в детской инфекционной больнице номер 3, Большой проспект ВО, 7717, адреса всех медучреждений, оказывающих помощь пострадавшим от укусов клещей, смотрите здесь. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь!